В понедельник, 28 мая, в киноконцертном комплексе прошла 68-я сессия городского совета. О предварительном рассмотрении некоторых вопросов сессии в режиме онлайн мы уже рассказывали вам ранее. Сессия началась с вопроса о возможностях официального ослабления карантина в Славутище. Славутищ был в окремом статусе в Киевской области, мающий тот результат, который есть сегодня в городе. А он такой, что одна человек получила подтверждение ПЛР-теста, позитивный на коронавирус. После тестирования экспресс-тестами всю родину, его включно, тест негативный. В него взяли биоматеріал для повторного ПЛР-теста, он тоже негативный. И сегодня мы берем повторный тест, если он будет негативный, то мы взагалі этот случай снимаем, потому что два негативных теста означает, что родина не хворяет. У нас умовно один захворювший. У нас есть все возможности, чтобы от области принять свои решения о послаблении карантина. А в первую очередь это будет стосоваться детских садков. С 1-го червня должна начать активную работу Чорнобильская атомная электростанция. Люди должны выходить на работу, и, соответственно, нужно, чтобы детей было куда-то дивать. Ну а АРС вообще не прекратил свою работу, и другие организации, и государственные, и бизнес начали работать. Поэтому задача для нас, если ситуация не будет погрешиваться, я надеюсь, что оно так и будет, чтобы мы получили разрешение послабить карантин хотя бы в частности детских садков. Но это, может быть, главное, что хотел сказать, и больше детально кому интересно, мы поведомим. Все рассмотрено около 80 вопросов. Практически все запланированы. Принято обращение депутатов Славутического городского совета к президенту Украины по вопросу дальнейшего внедрения медицинской реформы второго уровня и увеличения государственного финансирования Славутической городской больницы, выполняющей достаточно большой объем работы с населением города, ликвидаторами аварии и работниками ГСПЧС. Достаточно продолжительным было обсуждение изменений в программу благоустройства Славутича. Принято решение о переносе общегородских, массовых, культурных, развлекательных, спортивных и социальных мероприятий, приуроченных к Дню города, на сентябрь и совместить их с проведением фестиваля «Золотая осень Славутича». После сессии мы пообщались с депутатами городского совета, которые и подвели итоги этой сессии. Итоги сессии очень положительные. Думаю, что надо вот эту практику, когда у нас есть условно-предварительная сессия, кстати, во многих городах так и делают. Выговариваются полностью, а уже на сессии меньше дискуссий. Конечно, оно вроде время такое же, но оно распределяется. Не нужно сидеть, не нужно в один день занимать очень много времени. Поэтому эту практику, наверное, нужно применить. Особенно мне понравилось, что это можно делать еще онлайн. То есть каждый сидит у себя на работе или так далее, можно общаться по любому теме. Ну а так, как обычно, конструктивный диалог, компромиссные решения, политические заявления. Сессия была, как никогда, продуктивна. Закончили очень быстро. Я так понимаю, не только в нашей комиссии по социально-экономическому развитию и земельным вопросам. Отработали все заблаговременно. Вам отдельное спасибо. Так коротко, землю мы еще никогда не решили. Да, на этой сессии попробовали что-то нового. Я надеюсь, юристы не ошиблись. Не ошиблись, да. А в целом, в принципе, были рабочие моменты, которые, например, касаемо кладбища, скажем так. Так, я думаю, что правильное решение, более подробно разобраться и принять взвешенные решения. Вот. Что еще? Ну, как всегда, корнем или чертой принакновения было благоустройство. Да, к сожалению, это понятно, это ясно. Вот. Хотелось бы, наверное, большего системного подхода. Наверное, хотелось бы сделать немножко в будущем акценты внимания. Не только на центре города, потому что, моя точка зрения, по большому счету, перекладывать дорожки там, где они уже есть, в нормальном состоянии, лучше посмотреть там, где их нет вообще. Вот. А суммы сейчас, как бы, немаленькие, поэтому, моя точка зрения, сейчас немножко сложные времена. Средства бюджета, как по мне, рационально использовать немножечко на другие цели. Вот. Потому что мы на прошлой сессии принимали решение, причем тоже рьяно обсуждая вопрос по поводу благоустройства парка. Это, скажем так, реконструкция. Вот. На этой сессии нам опять пришлось выделить 220 тысяч на то, чтобы обустроить там лавочками. Целесообразно это. Своевременно ли это? Приоритетно ли это сейчас? Как бы, вот здесь вот, как бы, я считаю, что не совсем. Вот. А так, я думаю, что мы отработали, как минимум, из 12 баллов. Баллов, думаю, на 10 сегодня. Как-то вопросы обсуждались поживее, голосовалось поживее. Ну, несмотря на коронавирус, вроде поработали быстро, активно. Можно сказать, что в обед уже закончили. Из основных важных принятых вопросов – это выделение денег на программу благоустройства города. И больше всего обсуждали? Да, ее обсуждали, да, почти два часа, но, тем не менее, к консенсусу пришли. Почти в каждом квартале нашего города будут произведены определенные работы, дорожки, возобновление покрытий и прочих вещей полезных для города. Еще из важных моментов были приняты дополнительные выделенные средства для нашей спортшколы. Потому что, по факту, на сегодня, да, у ряда тренеров достаточно низкие зарплаты – от 4 тысяч. То есть, на сегодняшний день тяжело выжить на такие деньги. Молодые тренера получают совсем, можно сказать, минимальную зарплату. Поэтому выделили порядка 700 тысяч на увеличение до конца года заработной платы. А ориентировочно, насколько я понял, что она увеличится до 70% от существующих. Ну, а так, все прошло сегодня хорошо. Быстро и лаконично.